Если муж изменяет, можно ли ему поставить условия? Или семья, или она? А, там, они, то есть несколько подружек. Если никого не выбирает, можно ли его бросить? Хороший вопрос. Видите, женщина не бросила, она терпит и думает чуть дальше делать, что делать дальше. Надо понять, почему. Сначала надо понять, почему муж изменяет, в чем причина, почему изменяет. Вот смотрите, допустим, если женщина очень достойная внутренне, очень достойная. Мужчина изменил, он может к ней назад вернуться или нет? Вот прийти домой с наглой мордой и сказать, что я изменил. Женщина достойная внутренне. Что значит достойная? Это значит, что она прежде всего честна перед Богом. Перед Богом. Означает, что Бог для нее самый близкий. Означает, что она способна отстраниться от близкого человека, который ведет себя нечестно. Что значит отстраниться? Означает выполнять все свои обязанности, но не давать ему близкого общения. Хочешь бросай, хочешь не бросай, но ты предал нашу любовь, и поэтому я с тобой живу, но сердце мое от тебя стоит на расстоянии. Смотрите, как бы его поведение. Он может бросить, это его проблемы. Дальше его жизнь будет его наказывать. Он может остаться, опять его проблемы, потому что голос совести будет вставать всегда перед ним. Видите, она его воспитывает как? Своей любовью. Настоящая любовь имеет какую природу? Природу очень достойную. Любовь, она исполнена достоинством. Не унижением, а достоинством. Если человек честно близкому человеку относится, муж изменил. Ничего страшного. Это болезнь. Измена это болезнь. Он заболел. Заболел мозгами. Люди иногда болеют кишками, геморроем, иногда мозгами. Такое тоже бывает. Вот когда человек заболел, что с ним делать? Допустим, заболел гриппом. Вышвырнуть его из дома и сказать, пошел вон. Инфицируй всех там, на улице. Скотина. Видите, когда человек заболел гриппом, мы принимаем это. Ну, лечим его. Понятно, что все рядом могут заразиться. Мы лечим так. Когда он заболел мозгами, можем вышвырнуть его из дома, да? И понимать, что это тоже болезнь просто. Он заболел мозгами. Потому что женщины могут скрутить мозги мужчине. Они обладательницы такой энергии, которой они сами даже не понимают, что у них за силой изнутри. И поэтому культуры нет, вести себя с этой энергией. Раньше женщины, как в древнем обществе, они знали, чем они обладают. Они были образованными. Поэтому как они ходили? Они закрывали себя. Открывали. Смотрите, домой такая женщина ведическая приходит и одевается в красивые наряды перед мужем. И он думает, господи. Счастлив. Личная жизнь. На улицу выходит, она закрывает себя. Не показывает себя слишком сильно. Сейчас женщина дома ходит, как попало. На улицу выходит, опа. Пошла. Летящей походкой. Для кого, спрашивается. Для кого? Для дяди Васи, который, проходя мимо, неожиданно потеряет сердце. Неожиданно. Ну, шел нормально в магазин за хлебом. Никого не трогал. И вот раз. И скрылась из глаз. Пелагея моя. Но до этого она не была твоей. Пять минут назад. Потому что прошлое из дома шел в магазин за хлебом. И увидел девушку, королеву красоты. Девушку своей мечты. Почему так произошло? Потому что у этой девушки нет культуры вести себя на улице. Вот и все. И так как у нас у девушек нет культуры, поэтому у мужиков срывают крышу периодически. Они болеть начинают. Болеть. Ну, заболел человек. Что делать? В обществе нет культуры. Общество бескультурное. Мужчины болеют от того, что женщина срывает им крышу. Ну, так как мужчины сами слабенькие по себе. А? Он при чем тоже? Он при чем? Но, чтобы вы знали, кто больше при чем, я вам сейчас кое-что расскажу. Начнем с того, чтобы мы должны узнать, как устроены половые центры, от которых исходит энергия. Женские половые центры имеют горячую природу. От них исходит активная, сильная энергия, активное начало. Смотрите, женщина в голове имеет пассивное начало. Она никогда не провоцирует события. Она ждет их в уме. Ум у женщины пассивен. А половая энергия активную природу имеет. У мужчины половая энергия имеет пассивную природу, а ум активную. Что происходит? Женская половая энергия бьет по мозгам, по сердцу, то есть, мужчины. И он возбуждается, начинает добиваться женщины. Мужчина сам по себе имеет холодные половые центры. Холодные. Его личностная, то есть, его энергия самости, она имеет холодную, нейтральную природу, мужчины. Поэтому, если 40 мужчин поселить в одной комнате, они будут спокойно жить. Никто друг никого не тронет. Но если две женщины поселить в одной комнате, будет капец. Они не только друг другу гротки перегрызают, но также и всем остальным вокруг. Поэтому две женщины в одной комнате не селят. Понимаете, о чем я говорю? У женщины экспрессивная половая энергия, она очень сильно влияющая. Хотя женщина сама об этом не знает. Она думает, не виновата я, он сам пришел. Так вот, знаете, дорогие женщины, что так как у женщины активное начало в плане половой энергии, и она возбуждает мужчину своим активным началом, женщина должна на улице вести себя скромно. Ну, скромно означает не показывать свою красоту. И именно это и дает ей счастливую жизнь. А сейчас вдохните и выдохните, я вам скажу тайну, которую большинство женщин не знают в этом мире. Это будет тайно, и поэтому не все смогут это принять. Вдохнули-выдохнули? Рассказываю. Когда на женщину смотрит чужой мужчина, и при этом она показывает ему свою красоту, то в это время он снимает с нее энергию красоты и забирает себе. Она же лишается этой энергии. Если свой мужчина смотрит, то она ничего не лишается. Идет обмен этой энергией. Так устроил бы Господь в этом мире. Поэтому женщина, которая идет по улице с открытым телом, с нее все поснимали, она приходит домой, и дома она злится на мужа. Она чувствует уставший себя, ей плохо. И она не может отдавать уже эту энергию красоту мужу, потому что уже все забрали. Она этого не понимает. Она думает, что мне вот на улице было хорошо, а я пришла домой с этим скотиной плохо. Теперь другой вариант. Когда женщина имеет знания, она закрывает свою красоту, копит ее и в семье отдает. Опять вдохните, выдохните. Я вам дал очень тяжелое знание, которое трудно переварить сразу. Но вы пытайтесь. Потому что не все в этом мире так просто. И не все всегда достигается простыми способами, которые принимают, применяют все вокруг. Это не значит, что надо монашкой быть, понимаете? Это значит, что надо изучать, как жить правильно. Может быть, не слишком рисоваться на улице. Может быть, больше будет пользы от этого. Что касается мужчин, то мужчина должен с детства учиться контролировать свои чувства. Как женщина развивается с детства? Она учится понимать, как правильно жить. Куда отдавать красоту, куда не отдавать. А мужчина учится не думать о женщинах. Самоконтроль для мужчины означает способность думать о цели жизни своей. Это не значит, что такой мужчина станет евнухом или импотентом. Это значит, что он будет способен в своей жизни потом женщиной. Потому что все равно женская энергия сильнее. У него рано или поздно появится жена, несмотря на то, что он контролирует свои чувства. Все равно рано или поздно найдется самая сильная и возвышенная женщина, перед которой он чувства свои сконтролировать не сможет. В результате создастся возвышенная семья, в которой мужчина обладает самоконтролем, женщина целомудрием. И в чем заключается тогда идея, что должен делать мужчина? Мужчина должен поменьше думать о женщинах. Если мужчина поменьше думает о женщинах, что женщинам опять не слишком вновь как бы слышать. Женщины-то думают, что о них мужчины должны думать постоянно. А оказывается, мужчина должен думать о цели своей жизни. И тогда жена пойдет за ним в семье. Смотрите, если мужчина сильно привязан к женщине, то женщине это нравится или нет в семье? Он постоянно мучает ее, мучает, ходит за ней, каблучит, что-то хочет. Женщине не нравится, так? Женщине какой мужчине нравится? Который занят семье своим делом. Благородный, терпящий эмоции женские. Почему он терпит эмоции? Потому что он привязан к цели, а не к ней. Когда мужчина привязан к женщине, он зависит от женского настроения. Означает, у нее плохое настроение, подходит и говорит, что такое, что случилось, в чем дело? Почему мы недовольны? Она говорит, я тебя трогаю. Иди, занимайся своим делом, я тебя не трогаю. Почему он так себя ведет? Потому что он зависит. Женщина создает психическую атмосферу в семье. Любой мужчина зависит от этой психической атмосферы в какой-то степени. Но если мужчина занят самосовершенствованием, атмосфера стала плохой от того, что у женщины испортилось настроение, мужчина продолжает оставаться на своей волне. И женщина чувствует надежный человек. Меня защищает. Она может прийти к нему поплакаться. Ничего страшного не будет. Спокойно это примет. Таким образом, мужчина должен быть мужчиной. А это непросто. Для этого нужно культуру такую иметь. В древней культуре мужчины воспитывались далеко от женщин. До 25 лет они не встречались с женщинами. И развивали себя как мужчины, как личности. Сейчас 14 лет уже понеслась. Порнухи, девочки и все прочее. Результат – мужчины недоразвитые вырастают. Они очень сильно привязаны к женщинам, поэтому мучают их постоянно. Не дают им покоя. Поэтому и мужчины, и женщины как бы одинаковые. Но на улице надо ходить, себя прикрывая. Почему? Потому что если мужчины слабые стали, тем более надо прикрывать себя. Потому что слабые мужчины тем более будут от этого страдать. Понимаете? Самые слабые мужчины, пример самых слабых мужчин мы где можем видеть? В мире собак. Называется Кобелина. У самки, допустим, пошел период, допустим, гормональный. И он бежит своей дорогой, мужчина. И раз, поворачивает и бежит за ней. Он уже не помнит, куда он бежал вообще. И он за ней бегает только и все везде. Называется Кобелина, понимаете? Мы там мир животных, а у нас мир людей. Надо понять разницу. Но здесь не самки, а женщины достойные должны иметь. Достойное поведение. Тебя как зовут? Меня Таня. А меня Вася. Ну и дура. Помните? Переоделся в женщину в туалете. Увидел красивую девушку, забыл, что переоделся в женщину. Ну ладно, это древние.